Восстановление самой обсуждаемой трёхкилометровой ограды Нижегородского парка Швейцария продолжается. Сейчас силы 45 строителей направлены на реставрацию четырёх входных групп. Самым сложным объектом считается вход с колоннадой, двумя флигелями и подходящими к ним крыльями на остановке Медицинская. Обследование осенью прошлого года показало, фундамент этого объекта в плохом состоянии. Там был забутовочный фундамент, силикатный кирпич, и он начал уже разрушаться, как говорится. И по самой входной группе, по флигелям, пошли трещины. Мы приняли решение и разработали проектное решение по усилению фундамента, а по крыльям, соответственно, воссоздание новых фундаментов полностью. Ещё предстоит по флигелям усилять фундаменты. Мы ещё не все выполнили эти работы. Восстанавливать здесь лепнину, она сейчас ведётся активно. То есть здесь у нас будет ещё три пандуса, сделанные на этой входной группе. Цель работ неизменна. Говорят строители, вернуть исторические облик ограды и входов парка, которые являются объектом культурного наследия. Исторически во флигелях были окна, которые в какой-то момент заложили кирпичами, и двери из дуба, на месте которых установили железные двери. Все проёмы дверные, все окна, которые были ранее по проекту 1957 года, они здесь будут установлены. Что разместится во флигеле, пока неизвестно. Во входном павильоне проходит реставрация декоративных элементов, которые были размещены на фасаде. Например, здесь вручную восстанавливают этот элемент. Это колосок. Сейчас на него наносят специальный реставрационный раствор. Потом получится данный полуфабрикат. Его ждёт ещё несколько процедур. Шлифовка, грунтовка, покраска. И так несколько раз. Колоски и венки после реставрации вернут на прежние места. В планах закончить все восстановительные работы входных групп к июню. Общий процент выполнения работ при конструкции парка Швейцария, крупнейшего проекта благоустройства к 800-летию города, составляет 40%. В парке меняют дорожки, освещение, устанавливают спортивные, игровые, культурные площадки. Также запланирована посадка новых деревьев и кустарников. Парк примет гостей летом этого года. Александра Шеломцева, Василий Низов. Время новостей.